Любители зимней рыбалки вышли на лёд. Почти два килограмма рыбы поймал Сергей Лихоткин. Там прошли традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы. На реке Чао собрались как именитые, так и начинающие рыбаки. Готов? Поехали! От рыбака до рыбака не меньше трёх метров. При себе только одна удочка. Условия просты, да и мечта одна на всех. И всем хочется поймать, всем хочется увидеть поклёвки. На самом деле, вот на камеру покажу, вот этот волшебный кивочек, он завораживает тогда, когда он делает вот так. Но пока он так не делал ещё. Мотали на крючок и в лунку, но это только малая часть рыбацкого искусства. Надо правильно подобрать насадку, помудрить с прикормкой. Учитывается всё, вес, толщина лески и скорость течения воды. Артём Галямов самый юный участник соревнований. В свои 11 он ловко справляется с насадкой. Зимнюю рыбалку всегда ждёт с нетерпением. Нет ни комаров, ни мошек. Да и удочка здесь легче. Надеть насадку на крючок и забросить крючок. А потом? Ну, потом сидеть, ждать, трясти немного. Рыбаки колдуют над лунками. У всех свой опыт и рыбацкие хитрости. Клёв, признаются, сегодня не особо радует. Впрочем, даже на соревнованиях для настоящих любителей главный процесс. Рыбацкое счастье сегодня улыбается не каждому. По сегодняшнему клёву на контрольном взвешивании и такого ёршик будет на вес золота. Кто-то радуется окунькам и ёршикам, а желание Сергея исполняет прямо-таки сказочной героине. Ну, цапы, всё. Там и на ёршик поймался, а она за ним. Я у колонки уже поднимать стал ёршика, а у колонки она. Удача помогла или опыт судить трудно. Впрочем, об особенностях национальной рыбалки участникам соревнований рассуждать некогда. Сегодня главная скорость. Победителем станет тот, кто за три часа наловит больше всего рыбы. Лучшего определят весы. В этот раз рыбацкое счастье улыбнулось Сергею Лихоткину. На весы победитель принёс почти два килограмма рыбы. Но если кубок чемпиона получил всего один человек, то настоящую уху на костре попробовали все.